Это доисторическое животное процветает, съедая все и всех, что встречается на его пути. Нильский крокодил. Один из сильнейших хищников в мире. Так, как его никто не видел. Взгляд изнутри. Глазами самого хищника. Суперхищники. Крокодил. Когда нильский крокодил выпрыгивает из воды, хватая жертву, спастись от него фактически невозможно. Его челюсть, вмещающая 65 зубов, — одна из сильнейших на планете. Она может раздробить кость. Крокодил кусает силой в одну тонну и 100 килограммов. Этот укус сильнее, чем укус белой акулы. Но в отличие от белой акулы, крокодил не раздирает добычу на куски, пока та еще жива. Он использует свои мощные челюсти, чтобы сначала утопить жертву. Эти челюсти способны справиться с паникующим животным весом в 225 килограммов. Они являют собой одной из самых продвинутых биомеханических конструкций. Быстро сокращающиеся мышцы дают всем животным, включая гепарда, белую акулу и человека, возможность резкого выброса скорости и силы. Но челюстные мышцы этого крокодила сокращаются сверхбыстро и порождают на 65% больше мощности, чем обычные быстро сокращающиеся мышцы. А в точке поворота челюсти, в задней части его черепа, он увеличивает длину челюсти. И это помогает ему увеличивать скорость ее закрытия. Он защелкивает челюсти с молниеносной скоростью 9 метров в секунду. Почти в 4 раза быстрее, чем это делает гремучая змея. Но пока многие крокодилы пируют на охоте, другие пропускают все события. Добыть себе пищу не всегда самое главное. Иногда на первое место встает судьба следующего поколения. Эта крокодилиха мать следующие три месяца будет сосредоточена исключительно на своих детях. Она не станет отходить далеко, если вообще будет отходить от своего гнезда с сорока яйцами. Днем ранее она поймала рыбу тилапию весом в 5 килограммов, что дало ей 10 тысяч калорий. Но этого надолго не хватит. Учитывая то, что за последние 6 недель она тратила 5100 калорий в день. Откладывание этих сорока яиц – это самый энергопотребляющий процесс, в котором эта крокодилиха когда-либо будет участвовать. Особенно учитывая то, что каждое яйцо содержит еду для ее детенышей. Забота о потомстве может стоить ей больших затрат энергии. Чтобы выжить, ей придется обратиться к жировым запасам, хранящимся в ее брюшной полости, за ее передними лапами и даже в основании ее хвоста. Тонкий писк говорит ей о том, что крокодильчики начали влупляться. Все сорок. Но для многих первые моменты жизни оказываются и последними. Взрослые крокодилы находятся на вершине пищевой цепи. Хищников им угрожающих не существует. Но рождаются они в самом низу пищевой цепи. Если эти новорожденные крокодильчики хотят выжить, их матери нужно унести их из этого опасного места. Она будет переносить их в пасти. В ее челюсти есть ряд хрящей, которые позволяют ей блокировать челюсть в любой момент закрытия. И она может регулировать напряжение, как канаты у висячего моста. Она даже может заблокировать пасть, раскрытую всего на 5 сантиметров, что позволяет ей переносить 20 детенышей за один раз, ни разу случайно не укусив их. Ей нужно перенести почти 40 своих отпрысков к ближайшему водоему, где у них, по крайней мере, будет шанс. Ей нужно сделать несколько заходов. И каждый раз ей придется оставить часть новорожденных в опасности. Мать подбирает их, кладет себе в пасть и относит к реке, возвращается и забирает остальных. И пока ее нет, хищники начинают охотиться на ее детенышей. У них праздник, ура, детеныши! Ее собственные запасы энергии истощаются. Но у этой матери нет времени охотиться. Ей нужно постоянно оберегать детенышей от опасности. Но даже под ее бдительным взором, из 40 детенышей в помете первый месяц своей жизни пережили только 13. Точнее, уже 12. Если бы она не была настолько поглощена заботой о детях, эта мать была бы около реки Мара, ожидая прибытия ее любимой еды. Каждый год миллион антилоп гну скачет через Кению и Танзанию, поедая короткую зеленую траву. Они проходят до 1600 километров в поисках зеленых пастбищ. Зачем идти на такие трудности ради травы? Потому что миллиону антилоп гну надо очень много травы. До 4 тонн в день. И этот путь в поисках травы неизбежно заставляет гну дважды в год пересекать реку Мара, где их уже ждут крокодилы. Ты сидишь на берегу реки, и внезапно твой живот буквально начинает вибрировать. Звук миллиона копыт, скачущих по направлению к тебе. Стук копыт становится все громче и громче. Но когда они достигают реки, гну не бросаются тут же пересекать ее. После недель пути они обезвожены. Первое, что они хотят, это пить. И те, что позади мычат, наседают, говоря «пропустите, я хочу пить». Они так измучены жаждой, что не обращают внимания на то, что всего в нескольких метрах от их носов притаились крокодилы. Крокодил обладает отличным умением маскироваться. Если вы посмотрите на голову крокодила, когда он в воде, то все, что вы увидите, это сантиметр ноздри и глаз. Все остальное под водой. Он может погружаться под воду целиком и беззвучно, попросту вытесняя немного воздуха из своих больших легких. И, подобно чувствительной подводной лодке, он устроен, чтобы действовать под водой. Его уши, нос и горло защищены специальными полосками кожи, а его глаз покрыт тонкой прозрачной пленкой. Крокодил убивает добычу с близкого расстояния. Он приближается к добыче и сидит тихо. Он ждет, пока Гнуня окажется в досягаемой области, в двух метрах от него. Если добыча дальше, его прыжок, скорее всего, будет неудачным. Но если добыча менее, чем в двух метрах, то это уже другая история. Итак, как же этот крокодил вылетает из воды со скоростью 12 метров в секунду? Зубчатые чешуйки увеличивают область контакта с водой. Значит, крокодилу легче маневрировать в воде. Его задние лапы работают как поршни и дают ему достаточный импульс, чтобы оттолкнуться от плоского речного дна. Но настоящая мощь таится в его бугристом, мускулистом хвосте. Ровно в половину длины его тела, который помогает ему ускориться в направлении добычи быстрее, чем реактивный самолет. Итак, в мгновение ока его челюсти оказываются именно там, где ему нужно. Они готовы к атаке. Теперь можно и поесть. Этот ловкий способ охоты дает крокодилу очень калорийную награду. Блюдо в 50 тысяч калорий. Возвращаясь в укромный водоем, мы видим, что жировые запасы матери крокодилихи почти на исходе. Отложить яйца и защищать своих детенышей это крайне энергозатратное действие. Каждый день без пищи отнимает у крокодилихи еще одну тысячу двести калорий. И что самое плохое? Из сорока крокодильчиков осталось только двенадцать. Но даже неблагоприятная обстановка и возраст всего в один месяц не могут удержать их от того, что предназначено им природой. Охотиться и убивать с самого начала своей жизни. Они нападают на все достаточно небольшое, что можно укусить и что движется. Это насекомые, маленькие лягушки, мелкие рыбки. Они тут же хватают их. Растущие крокодильчики должны съедать пять процентов от собственного веса каждую неделю. И даже в двухнедельном возрасте они уже знают маневр, который поможет им есть добычу покрупнее. Смертельное вращение. Таким же способом этот крокодил на реке Мара раздирает добычу на части. Один крокодил намертво схватит добычу, а другой начнет вращаться или кувыркаться в воде. Иногда два крокодила вертятся в разные стороны, пока не разорвут кусок мяса напополам. Каждый проглотит свою часть, и они вернутся. У крокодилов нет рук. Из-за этого нет рычага, чтобы разорвать гну на части. Поэтому, переворачиваясь один, два или даже три раза, они прикладывают более 200 килограммов силы и создают вращающий момент и достаточно напряжения, чтобы оторвать куски от души антилопы гну. Но расчленение добычи — это только половина сражения. Пасть и челюсти крокодила предназначены для смертельной хватки. Но жевать он не может. Его челюсти не могут двигаться из стороны в сторону. Поэтому хищнику приходится проглатывать громадные куски целиком. А это огромная нагрузка на пищеварительную систему. Однако его желудок предназначен специально для переваривания этих массивных кусков мяса. Еда проходит по его пищеводу и попадает в часть желудка, заполненную маленькими камешками, которые он проглотил. Они трутся друг от друга и перемалывают части антилопы гну. Кости, сухожилия, рога, копыта дробят все, что угодно. Затем мелкие части перемешиваются с соляной кислотой столь высокой концентрации, что она может разъедать металл. Но чтобы защитить собственный желудок, он выделяет щелочной раствор, основу которой нейтрализует кислоту. Поэтому антилопа гну переваривается, а сам крокодил – нет. Это потрясающее животное. Он превратит ногу длиной в 80 сантиметров в 15-сантиметровый кусок фекалий за две недели. Затем он откусит часть вашей ноги или он может проглотить целую ногу. И она идет прямо к нему в пищевод. Носками, обувью – все идет в желудок. Во время миграции антилоп гну через реку Мара, один крокодил может съесть достаточное мясо антилоп, чтобы продержаться два года. Это важно, потому что через две недели после прибытия антилопы гну уходит. И могут наступить голодные времена. У этой матери крокодилихи, чьи детеныши и так умирают со страшной скоростью, появилась новая проблема. Их водоем мелеет, он пересыхает. Чтобы выжить, ей и ее потомство нужно будет найти новый пруд, а это значит перейти по суше. Для маленьких крокодилов сухопутное путешествие опасно, поэтому мать ждет покрова ночи, чтобы взять своих детей в самое опасное путешествие в их юной жизни. Им нужно пройти всего 160 метров. Это займет у них менее пяти минут. Но это долго, если учитывать, что за каждым поворотом скрываются голодные хищники. Когда крокодильчики пересекают сушу, они становятся очень уязвимыми для других видов животных, которые могут их съесть. К счастью, вся семья целиком добирается до нового водоема в целости и сохранности. Но их беды на этом не кончаются. Здесь есть хищник, от которого малыши могут и не спастись. Вселяющий страх охотник в три тысячи раз крупнее их. Этого хищника они менее всего ожидают встретить. Это их собственная мать. Как она может съесть одного из своих детенышей, которых так отчаянно защищала? Съесть своего отпрыска это последнее средство получить энергию, которая необходима ей для выживания и для защиты остальных малышей. Эта мать съест все, что может, чтобы только выжить. А крокодилы у реки пируют на славу. Каждый в среднем поглощает более 150 тысяч калорий менее чем за две недели. Радикально замедляет его обмен веществ, в том числе и сердце, которое делает нечто экстраординарное. Замедляется от 40 ударов в минуту до пяти. Крокодил может провести год в таком состоянии. Как и зимняя спячка у млекопитающих, летняя спячка позволяет крокодилу сохранить силы до тех пор, пока они ему действительно не понадобятся. Пока эти крокодилы лежат в ожидании, мать делает трудный выбор. Ей нужно оставить своих детенышей. Хотя они выросли на 10 сантиметров за те четыре месяца, что она присматривала за ними. Они все еще во власти других, более крупных хищников. Но этой матери надо найти пищу, чтобы подготовиться к следующему брачному сезону. Пришло время, 11 оставшимся детенышам самим заботиться о себе. Прошло 10 лет. За это время мама крокодилиха спарилась еще 10 раз. Каждый цикл воспроизводства занимает 6 месяцев. От момента зачатия до того, как мать покидает своих детенышей. Другие 6 месяцев она набирает жировые запасы, которые понадобятся ей, чтобы перенести этот мучительный цикл. Но за это время крокодильчики, о которых так отчаянно заботилась мать, не слишком преуспели в искусстве выживания. Из них остался только один. Единственный выживший из того помета самец, который рос на 30 сантиметров каждый год и теперь достиг почти трехметровой длины. Все это время он питался рыбой, маленькими зверяками и остатками чужой добычи. Но по мере его роста растет и его аппетит. Он стал слишком большим, чтобы суметь выжить, питаясь птицами, грызунами и ящерицами. Ему нужны большие млекопитающие. Ему требуются калории, чтобы поддержать свой растущий организм. Антилопы гну приближаются. И даже если ему пришлось бы разделить антилопу с еще пятью крокодилами, он получил бы целых 50 тысяч калорий. Пять раз больше, чем если бы съел большую рыбу. Но этот переход будет нелегким. У них есть определенная иерархия. Самые крупные животные будут есть первыми. Ему также нужно помнить, что он соревнуется со взрослыми. Если он не будет уважать их право на территорию и не уйдет с их пути, они убьют его. Это удивительно, но крокодилы никогда не перестают расти. Поэтому, если он самый юный крокодил в реке, он, скорее всего, и самый маленький. Когда ты против крупных взрослых особей, нельзя сказать, что может произойти. Он обнаруживает себя в окружении крокодилов в два раза больше него. Это лучшая территория. Она только для больших парней. В конце концов, он сможет занять здесь место. Но сейчас большой самец просто убьет его. БиГМЕЛ БиГМЕЛ Более крупный самец прогоняет его. Уже питаясь из своих жировых запасов, он плывет вниз по реке в поисках места, где будет меньше соперников. Но все, что он находит, это еще больше соперничества. Поэтому он покидает реку Мара. Четыре часа спустя он все еще ползет по опаленной солнцем саванне в поисках нового дома. Тем временем на реку Мара прибывает стадо антилоп Гну. Сначала они останавливаются у реки, наклоняются и утоляют жажду. Они не могут ускользнуть от неизбежного, но могут отсрочить его приход. Им нужно пересечь реку, чтобы добраться до пастбища на другой стороне. Они знают, что там в воде. Их будет собираться все больше и больше, пока они не взорвутся буквально как воздушный шарик. И не решат, ну ладно, пошли. И кто-то первым не выдержит и прыгнет в воду. Тысяча, две, три, четыре тысячи животных будут пересекать эту стометровую речную полосу. У антилоп Гну не так много средств защиты от крокодилов. Но одно из них — это простая численность. За миллионы лет антилопы Гну адаптировались к жизни в стаде. И причина этого — безопасность вида благодаря численности. У тебя больше шансов перейти на другой берег, если вместе с тобой скачет тысяча антилоп Гну. Некоторые гну оказываются в пасти тридцати затаившихся крокодилов. В то время как большинству удается этого избежать. Но течение реки сбивает с курса стада. Они промахиваются мимо места, где должны были выйти на берег. И начинается паника. Их копыты не могут уцепиться за грязь. И сотни оказываются затоптанными, пока стадо пытается вылезти на крутой и скользкий берег. Эти крокодилы — превосходно сконструированные умелые охотники. Но на эту добычу даже охотиться не надо. Антилопы Гну совершили смертельную ошибку. И хищникам ничего не стоит ими полакомиться. Погибших так много, что в узкой части реки образуются запруда из тушь антилоп Гну. Менее одного процента всего стада полегло во время этого перехода. Тем не менее, потери исчисляются сотнями. Если бы молодой крокодил просто подождал, ему бы досталась часть этого потока антилоп Гну. И он запросто смог бы съесть столько же, сколько и другие. Но теперь он, усталый и голодный, пытается найти другой водоем. Его ошибка может стать фатальной. С трудом преодолевая Саванну, он чует запах гниющего трупа. Но это не дает ему ни малейшего понятия, где он найдет воду. А солнце продолжает жарко полыхать над его головой. Мы часто думаем, что рептилии любят принимать солнечные ванны и греться на солнце. Но если станет слишком жарко, он может перегреться и умереть. На грани перегрева Он видит что-то вдалеке. Там, впереди, львица ест труп бегемота прямо рядом с водоемом. Он умирает от голода. Но важнее сейчас залезть в воду, чтобы охладиться. Поэтому он может только с мучением наблюдать, как прайд-львов поедает столь лакомую тушу. И к тому времени, как его температура снова оказывается в норме, от бегемота не остается ничего, кроме нескольких сухих костей. Пока его новый пруд не принес ему ничего. Он уже собирается двигаться дальше. Как вдруг улавливает в воде всплеск, который не может его обмануть. Он ничего не видит. Но там точно что-то есть. Какая-то добыча. Он знает это благодаря сотне крошечных рецепторов, подобных щетине, расположенных по всей длине его тела, особенно у челюстей. И напрямую соединенных нервами с мозгом. Волна достигает челюсти крокодила. И он может мгновенно вычислить, с какой стороны она ударила сильнее и в какой пропорции. И если источник этой волны рядом и это добыча, то за 200 миллисекунд в два раза быстрее, чем мы моргаем, он делает рывок и нападает. Но прямо перед приближением источника волны его вдруг пугает звук. Это мама крокодилиха ныряет в воду и направляется прямо к нему. Внезапно источник всплеска становится ясен. Двухдневный крокодильчик проплывает меньше, чем в метре от него. Десять лет назад он сам был детенышем, которому угрожал каждый хищник в пруду. Теперь роли поменялись. Но мать крокодилиха гораздо крупнее молодого самца. Она спешит на защиту своего малыша. Она все время защищает их. И она очень агрессивна. Она не даст ему покоя. Наш крокодил гораздо меньше этой матери крокодилихи, занявшей пруд. И ему нужно убраться отсюда как можно быстрее и найти другой водоем. Ему нужно остаться в маленьком пруду, где он будет один. Если этот маленький водоем не привлечет большой добычи, он может не выжить. Прошло две недели. И никто из подходящей добычи не подходил близко к этому пруду. Каждый день он тратит более 1200 калорий. И у него не хватает сил, чтобы добраться до другого водоема. Если этот молодой крокодил не сможет найти чего-нибудь съестного, он будет слабеть день ото дня. Он тратит больше энергии, чем у него есть, чтобы найти пищу. В итоге станет слишком уставшим, чтобы схватить что-нибудь подходящее. Его положения отчаянны. Вдруг его рецепторы что-то улавливают. Он не видит сквозь мутную воду, но чувствует волны на поверхности воды. Рецепторы дают ему точную информацию о том, откуда волны исходят. Он подплывает ближе и высовывает глаза из воды. В двух метрах от него стоит импала весом в 45 килограммов. В ней более 60 тысяч калорий. Они способны помочь ему продержаться еще 4 месяца. Но если он упустит эту возможность, это может стоить ему жизни. Чтобы затащить эту импалу в воду, ему потребуется каждый из его эволюционных преимуществ. Выдохнув 20% воздуха из легких и отклоняя хвост на 20 сантиметров в сторону, он тихо подплывает в оптимальную зону броска. Его поразительные уловки помогают ему приблизиться. Но если он собирается схватить нечто в 10 раз больше, чем все, что ловил до этого, самым главным будет последний рывок. Будет ли он достаточно быстрым, чтобы удивить импалу? Субтитры создавал DimaTorzok Оттолкнувшись лапами и мощным мускулистым хвостом, Используя челюсти, которые могут раздробить кость, наш молодой крокодил вонзил зубы вплоть к крупному млекопитающему. В итоге, этот 10-летний юнец становится полноценным самцом крокодила. 60 тысяч калорий дают ему силы охотиться еще и еще. И спустя 5 сезонов, когда прибудут антилопы гну, он вернется на реку Мара и займет свое место рядом со взрослыми самцами. К тому времени, его идеально сконструированное тело будет достаточно крупным и сильным. А после пира, когда придут голодные времена, он сможет резко понизить свой метаболизм, чтобы сохранить энергию. И несмотря ни на что, он доказал, почему нильским крокодилам всегда сопутствует успех. И почему они — короли Рики. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Каврижных. КОНЕЦ